Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Как мы видим судьбу? Судьба живёт в памяти у человека. Если, допустим, вам что-то в память пришло, допустим, такое, ой, допустим, ёкнуло, что муж может уйти, допустим, от меня, ёкнуло, да? Это ещё ничего не значит. Может быть, это влияние злых духов, просто ваша мнительность. Нужно начать молитву. Если вы не начинаете молитву, вы не можете диагностировать свою судьбу, потому что есть такое понятие проверка боем. Вот если ты, допустим, в атаку пошёл, чуть-чуть прощупать противника, тогда ты будешь понимать, что там дальше. Но если ты этого не сделал, тогда ты ничего не поймёшь. То есть вот у тебя ёкнуло в сердце, муж может уйти. Дальше надо сесть и молиться. И дождаться спокойствия в сердце. Вот когда ты дождалась спокойствия в сердце во время молитвы, ещё раз подумай об этом. И если там вот ты подумал, у тебя спокойно в сердце. Ты подумала, и штиль. Значит, просто показалось. И это факт. Ну, злая сила какая-то подействовала, и всё. А если ты успокоился, у тебя спокойно в сердце подумало об этом. И чётко видишь, что может быть такое. Значит, ты предупреждён. Опять хорошо. Потому что если ты увидел, что может быть такое, это значит, что у тебя ещё есть время это исправить. Какой смысл Богу это всё показывать, если ничего не сможешь? Ковбоя поймали, привязали к дереву. И он такой спрашивает у внутреннего голоса. Это всё или не всё? Нет, не всё. Нет, ну это же всё. Нет, не всё. Ну, это же всё. Меня уже поймали, привязали. Ну, хорошо. Он, видишь, с самыми длинными перьями, видишь, он, этот, индеец, вижу. Позови его к себе. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнь. Вот теперь всё. Ну, что боролся, на то и напоролся. Никогда не унывай. Пытайся побеждать всегда судьбу. До последнего. Чаще всего люди, они не хотят иметь дело со своей судьбой. Вообще никакого дела не хотят со своей судьбой иметь. Вот, допустим, человек женится. Как вот благоприятно всё. Если люди, допустим, сначала общаются друг с другом долго, даже не целуются, просто общаются, узнают друг друга. И в это время им будет тяжело, потому что хочется заобняться, поцеловаться, понаслаждаться. А они просто общаются. Им тяжело очень. Они вскрывают недостатки друг друга, появляются сомнения, они преодолевают эти сомнения. Потом женятся. Дальше будет хорошая жизнь. Потому что это самый правильный способ создать семью. Второй вариант. Мы влюбились, понаслаждались друг с другом. Был медовый месяц сначала. Потом дальше будет что? Трудно. Потому что вы же друг друга не изучали, мы не готовились. Вы друг другу обеты не давали, правила отношений не прописывали, не предупреждали друг друга ни о чём. Просто встретились, побалдели, женились. А дальше что? Дальше ругань. То есть, видите, сначала нектар, потом яд. Неблагоприятно. Сначала яд, потом нектар. Благоприятно. Допустим, вы на лекцию пришли, слушаете, думаете, господи, как это всё тяжело. Сначала яд. Потом будет что? Нектар. Суворов как делал? Он взял. Сначала вся армия лазила на искусственную крепость по 50 раз. А потом на настоящую полезла уже. Лихо. Впервые в истории случаи, чтобы меньшим количеством войск победило большее количество войск внутри крепости. Обычно там 1 к 6 должна быть разница. Понимаете? 6 раз больше войск, чтобы штурмовать крепость. А у них меньше было. И они всё равно победили. Потому что сначала яд, потом нектар. Видите? То есть если мы как бы встретились сразу, ах, понеслась, неблагоприятно. Держимся на дистанции, общаемся, благоприятно. То есть благоприятно, неблагоприятно, это не то, что там в сердце. А ещё в поступках, понимаете, надо смотреть. То есть поступки бывают благоприятные, неблагоприятные. Допустим, человек встает очень поздно с постели. Это неблагоприятно. Это сокращает продолжительность жизни, портит настроение, снижает иммунитет. Увеличивает возможность воспалительных заболеваний. Человек теряет волю, который поздно встает с постели. Неблагоприятно. Если человек поздно ложится спать, он не высыпается, у него башка квадратная. Сна становится гораздо больше. Если человек 9 ложится спать, ему достаточно спать 6,5 часов. В 10 уже 7, в 11 уже 8, в 12 ложится, уже 9 часов надо спать, чтобы выспаться. Неблагоприятно. Точно так же самое большое количество пищи лучше есть в обед. Пока солнце высоко, оно всё переваривает. Обожрался с утра, солнце ещё не высоко. Значит, всё быстро очень у тебя пролетит по организму. Значит, ты работаешь на унитаз. Потому что в это время с утра организм очищается, и вся пища у тебя просто по кишечнику пролетит с огромной скоростью. Понимаете? Утром нужно есть лёгкую пищу, обед тяжёлую, вечером тоже лёгкую. Это благоприятно. Если женщина, допустим, думает, сильно хочу ребёнка, это очень благоприятно. Это означает, что в это время ей надо зачинать ребёнка. Несмотря на то, что нет денег в семье, есть деньги, не имеет значения, потому что когда ребёнок появляется, он сам заботится о себе. У него есть своя судьба, и человек просто так не появится. Если он появляется, значит, уже всё предусмотрено его судьбой. То есть он будет иметь достаточно возможности жить. Понимаете? Достаточно места, площади, денег. Всё ему хватать будет, ребёнку. Понимаете или нет, о чём я говорю? Потому что действует его судьба. Но если женщина перетерпела, и она начинает зачинать детей, когда ей уже не хочется, это неблагоприятно. А также благоприятно рожать пулемётом. Что значит пулемётом? Это значит, одного родила больше двух с половиной лет не жди. Рожай следующего, потому что организм разогретый. То есть одного родила, через годик-полтора второго родила. Сколько тебе надо, рожай подряд. А потом уже отдыхай. Нарожалась, отдыхай. Понимаете, о чём я говорю или нет? Когда женщина родила одного, и у неё не будет бесплодия дальше. Два с половиной года гарантия. Знак качества, понимаете? А если дальше решила подождать, тогда уже нет гарантии. Знак качества может и не быть. Теперь, допустим, вообще нет детей, у женщины чувствуют, что у неё как бы вот, ну, тяжело ей зачать ребёнка, она чувствует. Но ребёнка хочется. Надо брать на воспитание. Это благоприятно. Взяла на воспитание грудного маленького ребёнка. Организм ожил. Когда ребёнок появился, женщина начинает с ребёнка. И всё, у неё женские гормоны пошли работать, всё, она ожила. И следующего сама уже рожает. Взяла на воспитание. Аскезу совершила. Получи бонус. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова